Сегодня мы с вами встречаемся здесь, в нашей скромной квартирке. И поговорим мы сегодня о наших десетах. Вы в гостях у мандрагоры. Сегодня мы вам покажем следующую часть этого растения, а именно цветы мандрагоры. Ну, то есть, конечно, не цветы мандрагоры, а то, что от них осталось, друзья. Вот у нас есть такая коробочка заветная. И что же у нас в этой коробочке? Сейчас я вам покажу. Видите, я отвлеклась. Музыку, так сказать, поставить. Что у нас в этой коробочке, друзья мои? Вот мы открываем эту коробочку. В ней ничего нет. Ну, если хорошенько посмотреть, вот вы увидите, что в этой коробочке находятся тычинки, которые взяты из цветов растения мандрагоры. Они высушены определенным образом и находятся вот так вот в своем естественном состоянии. Смотрите, это очень сильное средство. Это очень-очень сильное средство. Но об этом мы поговорим позже. Закроем свою чудесную коробочку, друзья. Я вам уже показала, что от них. Этого материала немного. Ну, это, как говорится, из моих запасов. А кто знает, сколько у меня этих запасов? Ну, кто не знает. Разве я кому-нибудь признаюсь? Еще чего? Я думаю, слишком трудно добывать эту вещь. Признаваться не буду. Никак. Извините. Я такая. Так, друзья мои. Следующим этапом, значит, я вам хочу показать инструменты, которые используются при работе с мандрагорой. Вот таких вот три есть инструмента у меня основных. Основных. Что входит в основные инструменты обработки корня мандрагоры? Это, значит, серебряная ложка. В данном случае это посеребренная ложка. Она не серебряная. Для чего она нужна? Она нужна для того, чтобы зачерпывать вино и поливать вот так вот осторожно весь корень. От начала и до самого кончика. Это ложка для вина, друзья мои. Положим по-моему вместе. Что это такое? И это, друзья мои, такой дрючок специальный. Он же захват, который предназначен для работы с растением мандрагора. Как с ней работать, я вам покажу позже. Ну, вот такой вот инструмент нужно иметь у каждого. Ну, кто хочет, в общем, заниматься этим делом. Кому это интересно или кому это надо. При помощи вот этих вот зубчиков мы можем соскоблить ненужные части растения аккуратно, не причиняя ему боли и не причиняя ему вреда. Вы знаете, что растение мандрагора отличается дикими голосами. Но в данном случае, когда вы ведете с этим растением правильно, когда вы ведете себя хорошо, оно, конечно, никаких вам не причинит неприятностей, а сделает только приятных. Он защитит вас от всяких-всяких всевозможных напастей, принесет вам всякие благословения и приведет к вам хороших, добрых друзей, подруг, или, ну, как у нас, я не знаю, как это по-русски говорят, забыла, как это по-русски говорят, ну, в общем, так вот друга-подруга по жизни, которые, в общем, с вами живут. Ну, короче, невесту или женщину. Так, вот еще одна интересная вещь. Это нож с ручкой из слоновой кости. Также можно применять моржовые бивни. Ну, или редко применяются кости медведя. Применяли в Индии, где тоже ареал этого растения был. Ну, сейчас я не знаю, я в Индии давно не была. Ну, Индия, Иран, это все зоны произрастания этого прекрасного растения. У этого ножа есть вот такая вот насечка. Я вам покажу. Вот, смотрите, вот такая вот насечка. Такая вот, друзья, насечка, которая нужна для того, чтобы аккуратно отрезать фрагменты этого растения, не причиняя ему физической боли. Вот сейчас я поливала свои цветочки на балконе и решила снять, какой у нас закат. Ну, здесь, наверное, не видно будет так-то. Ну, неважно. Короче, сегодня у нас состоится заседание нашего клуба любителей Мандрагоры. И все, кто хочет, могут к этому заседанию присоединиться. Я покажу ягоды, корешки. В общем, покажу все. Но это будет попозже. Где-то, может быть, часов в 11-12 ночи. А сейчас я вам показываю. Вот наше море. Перед вами вот этот вот простор. Вот видите, вот этот вот простор. Вот так вот до этих домов. Это все море. Может быть, не очень хорошо видно. Сейчас я поближе подъеду. Так, вот, друзья мои, я подъехала поближе. Вы можете наблюдать море. А на вот этом вот столике, вот видите, столик стоит. На нем лежат ягоды Мандрагоры. Видите, как они уже поспели? Ну, мы будем разбирать все эти. Еще через которое время. Ну, к сожалению, сегодня сильный, как сказать, туман или пыль стоит, можно сказать. Так что море почти не видно. Но сейчас я вам еще поближе попробую.